Далеко не случайно именно на Кубани впервые в нашей стране стали праздновать День избирательной системы Краснодарского края. Это дань уважения и признательности тем, кто по зову сердца работает, организуя выборы. Об этих замечательных людях и шла речь на торжественном праздничном собрании, где побывала наша съемочная группа. Свой профессиональный праздник организаторы выборного процесса в Славянском районе встречают с приподнятым настроением, с чувством выполненного долга. Потому что все, что было намечено в нынешнем году, выполнено. Успешно проведены очень важные выборы. Председатель территориальной избирательной комиссии Славянской Анатолий Чумаков, поблагодарив все заинтересованные службы за совместный труд при подготовке и проведении выборов 2022 года, отметил. День избирательной системы Кубани – это праздник не только избирательных комиссий, но и тех, кто помогает нам в организации выборов, а также праздник кубанских избирателей. Все вместе мы образуем то, что называется избирательной системой Краснодарского края. Система избирательных комиссий района имеет прочную материально-техническую базу, обеспечена помещениями и необходимой техникой, которая необходима при проведении выборов. Сегодня мы хотим поблагодарить от имени территориальной избирательной комиссии Славянска, от муниципального образования Славянский район, всех тех, кто непосредственно работает в избирательной системе. Это, прежде всего, члены участковых избирательных комиссий, представители полиции, представители разварки, МЧС, Ростелекома, специалистов администрации, которые помогали нам в подготовке и проведении выборов на территории Славянского района. Только совместными усилиями мы сможем решать и решаем общие задачи, которые стоят перед нами. Секретарь территориальной избирательной комиссии Славянска Елена Горностаева в своем обзоре рассказала о большой и многогранной работе территориальной избирательной комиссии в нынешнем году. Избирательные комиссии района в краевых конкурсах заняли призовые места, и это радует. Участковая комиссия 42-35 заняла третье место за лучшее оборудование помещений для голосования. Молодежно-общественный совет занял третье место за лучшую работу в 2022 году среди молодежных советов Края. Молодежно-участковая избирательная комиссия 42-65 заняла второе место среди молодежных комиссий Края за лучшую работу в 2022 году. Территориальная избирательная комиссия Славянская уже в пятый раз заняла первое место в краевом конкурсе за лучшую организацию работы по повышению правовой культуры молодых избирателей в 2022 году. Заместитель главы Славянского района, управляющий делами Артем Щеглов, обратился к участникам избирательного процесса со словами благодарности за добросовестную работу при проведении прошедших избирательных кампаний. Самый избирательный процесс, он всегда был одним из наиболее сложных и ответственных. И стать его частью значит быстренький мудрых и грамотных людей. Это сейчас мы говорим не о Российской Федерации, не о Краснодарском крае, а именно о Славянском районе. Наша команда, избирательная команда Славянская, это действительно самые надежные и ответственные люди. Много работы проводится до, много работы проводится в процессе, выборных дней, конечно, и после. Поэтому это лишь в очередной раз доказывает, что в избирательной системе на Славянском районе работают ответственные люди, которые знают, что такое решение государственных задач душевного года. Дорогие друзья, я искренне желаю вам здоровья и душевных сил, успеха в личных делах и профессиональных начинаниях, личного счастья и благополучия. С профессиональным праздником, с Днем избирательной системы Краснодарского края. В честь празднования Дня избирательной системы Кубани организаторам выборов были вручены награды избирательной комиссии Краснодарского края, почетные грамоты и благодарности территориальной избирательной комиссии Славянская, а также благодарности главы Славянского района Романа Синеговского. Медалями за вклад в развитие Славянского района награждены председатель участковой избирательной комиссии 4214 Зоя Корж и председатель участковой избирательной комиссии 4207 Татьяна Городничья. Высокая оценка лучших станет для них отличным стимулом, чтобы и дальше работать, не покладая рук для развития народовластия в нашей стране. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События». Продолжение следует...